вы смотрите rtv а меня зовут юрий кукин в эфире программа что это было здесь мы как всегда обсуждаем самые резонансные темы и события последних дней сегодня говорим с политологом и автором телеграм-канала борт знает георгием ботом георгий георгиевич здравствуйте здравствуйте начать хотелось бы с последних собственно событий вчера во франции отметили высадку союзников нормандии 80 лет назад которая произошла 10 лет назад на торжественных мероприятиях присутствовал владимир путин в этот раз от россии никого не было ну сам путин уже это событие собственно прокомментировал сказал пусть празднуют без нас и даже в принципе сказал что стесняются позвать россию который является правоприемником ссср и соответственно явным участником и понятно одним из участников тех самых союзников о которых идет речь но в условиях в украине разве это не логичное движение со стороны запада что россию все-таки на это мероприятие не позвали ну было бы странно если позвали хотя на самом деле в начале года когда планировалось это мероприятие во французской прессе я видел намеки на то что дескать могут россию от россии кого-то пригласить какой-то был такой проброс тогда еще стали обсуждать кто же может поехать но потому что путин под ордером международного уголовного суда вот соответственно стали обсуждать кто мог присутствовать теоретически могли позвать посла конечно вот но потом что-то переменилось и вот месяц назад примерно решительно было сказано что россию не пригласят да тут можно строить всякие конспирологические так сказать версии почему это произошло это совпало с активизацией военных действий на харьковском направлении на некоторых других совпало с такой перекличкой своеобразной союзников украины о том что можно бить по целям на российской территории международно признанный они присоединенные вот и вот в результате да так выглядит в четырнадцатом году позвали да а там уже начался крым на тот момент и вся эта история с по мнению запада аннексии по мнению россии присоединением но тогда все-таки владимир путин присутствовал сейчас крему крым на самом деле не то что проглотили но по сравнению с тем что случилось двадцать втором году крым конечно был таскать сущей невинностью с точки зрения запада даже да и санкции тогда как выясняется введены были не очень серьезные и ну исключение из восьмерки тогда состоялась уже ну и еще были надежда на то что вот удастся какие-то переговоры провести кстати говоря 10 лет назад собственно говоря состоялось признание путином избранил порошенко до этого тянули а там в общем де-факто состоялось признание избрание порошенко президентом так что какой-то результат был достигнут но потом минский процесс так называемый так далее вот смотрите почему с нормандии начал потому что путина там не было вот владимир зеленский там как раз таки присутствовал и в этой связи очень интересно наблюдать за заявлениями со стороны кремля или около кремлевских чиновников например владислав сурков давал интервью вы своем телеграм-канале уже это событие комментировали да и дмитрий песков в принципе повторил похожие слова суркова они считают что запад будет менять владимира зеленского что именно под этим подразумевается но можно только гадать но вот как раз таки присутствие зеленского на таком важном событии как 80-летие высадки союзников нормандии разве не говорит об обратном я не знаю откуда взялась эта идея что запад поменяет зеленского и через год потому что путин достаточно определенно сказал вот на днях что примерно через год его поменяют конечно можно допустить что будет такой ход событий что зеленский уйдет под давлением таскать и военных обстоятельств и внутриполитических обстоятельств вот например можно обратить внимание на то что бывший главком в силу залужный так до лондона и не доехал куда его вроде как назначили послом он по-прежнему где-то тут вот на украине мы едем по прежнему едет до вечерней лошади вот и может быть что это что-то это значит теоретически можно допустить что зеленский станет неудобен самой украине но вот на текущий момент я со стороны запада лично не вижу никаких интенций чтобы его например сменить он публичное лицо он лицо которое под которой дают военную помощь и финансовую помощь он распиарен достаточно серьезно и как-то вот сейчас взять так по щелчку пальцев его сменить и потом это так не работает вот телеграммы из вашингтона смените президента не работает вот смотрите но мы же понимаем что должны должны провести какие-то выборы либо это будет какой-то допускаю там в странах латинской америки именно так сказать может быть и по сигналу из вашингтона или скорее всего из лэнгли проводились перевороты да но украина немножко не латинская америка во-первых во вторых можно допустить что там произойдет военный переворот под давлением каких-то чрезвычайных обстоятельств но в истории такое бывало это ничего невозможного тут нет да но так чтобы вот его законно сменить нужно организовать выборы нужно еще что-то нужно согласие самих украинских властей блинкин когда приезжал начале мая он что такое говорил про то что выборы будут проведены когда для этого созреют условия в чем некоторые увидели намек на то что хорошо бы эти выборы провести ну вот нынешних условиях их проводить как-то непонятно как проводить объективно говоря нет для этого условий их эти выборы проводить а по щелчку сменить зеленского я не думаю что это будет работать именно таким образом вот смотрите как раз продолжение того о чем вы говорите заявление кремля или таких людей как сурков или песков обычно ну всегда есть несколько сказать есть второе дно то есть они их так просто не делают если они что-то подобное говорят значит это какая-то позиция до которой кремлем озвучивается и значит возможно стоит ли воспринимать это как именно посыл западным странам коллегам условно говоря что вот посмотрите это наше одно из таких пожеланий и возможности наверное каких-то какого-то обсуждения есть разные видения политических процессов вот есть видение процессов согласно которому можно провести избирательную кампанию да с медийными манипуляциями с какими-то значит там вбросами не вбросами но в целом добиться какого-то нужного результата в результате массового волеизъявления избирателей есть другое видение политических процессов согласно которому народ он вообще не субъектен а все решается из московского обкома из вашингтонского обкома из брюссельского обкома и другого какого-нибудь обкома то есть вот оттуда идет команда а дальше происходит так сказать вот смена власти по команде в этой картине мира народ не имеет никакой субъектности поэтому то что у зеленского там есть какой-то рейтинг согласно этой картине мир ничего не значит сегодня есть рейтинг а завтра его нету поэтому вот как то так что касается там заявление суркова или еще кого-то они считают что это можно сделать так сказать достаточно легко может быть это для этого есть какие-то основания вот физической ликвидации боже упаси речи не идет ликвидации кого ну когда говорят уберем зеленского здесь сразу но возникают но и всякие эксцессы в истории случаются случаются и уж не намекают ли таким образом в кремле не знаю можно допустить что так сказать как какое-то покушение на него может готовиться он конечно видная фигура если уж премьер-министры словакии в него стреляли дату зеленский еще более очевидная может оказаться цель либо лист либо для сумасшедшего либо для несумасшедшего либо для заговора либо еще для чего то конечно такое тоже может быть но сурков не отражает мнение кремля они просто могут думать в одинаковом направлении вот понимаете как согласно этой картине мира майдан весь был проплачен и организован просто людям дали денег значит и они вышли и свергли януковича а никаких предпосылок для свержения януковича якобы не было и наверно не совсем так потому что все-таки были массовые настроения украина это такая большая может быть не совсем корректный термин такая большая охлократия где вообще-то кучма собственно два срока сидела всех остальных их так вот меняли никто на второй срок не избирался очень быстро надоедают очень быстро так приводится все какие-то движения механизмы да там конечно есть к интересанты и указывали на порошенко как на одного из организаторов но при этом массовка то собственно в значительной степени было альтруистической всегда есть проплаченная часть но там вот случае с украина есть и альтруистическая часть не все ходят на революции за деньги вот это вот такой факт исторический не все не не все берут штурмом зимний дворец на деньги германского генштаба есть та часть которая работает на деньги германского генштаба а есть альтруисты которые берут его потому что они верят в лучшее будущее так и с майданом почему спрашиваю про зеленского потому что это всегда для запада ну по крайней мере так было раньше это была такая еще одна красная линия которая очерчивалась но по крайней мере обозначалась да что вот неприкосновенность каких-то фигур это вот одно из одно из условий там эскалации или не эскалации конфликта кажется что вот особенно на этой последней нашей прошедшей неделе и подходящей концу эти красные линии снова каким-то образом очерчиваются и снова звучат вот эти разговоры и со стороны запада о возможности применения поставляемого украине оружие по территории россии и со стороны россии собственно возможности ответа и вот уже владимир путин буквально несколько дней назад заявил да что мы можем поставить дальнобойное оружие в дружественные нам страны для того чтобы угрожать им странам собственно которые помогают оказывать военной поддержку украине вот это вот что это намеренная эскалация до состояния 62 года до состояния карибского кризиса или нет но эскалация идет потому что если кто то что-то заявляет или тем более подкрепляет действиями то это требует ответы как минимум на уровне политической риторики что мы видим но нельзя просто молчать все время это такая вот игра она идет на повышение с обеих сторон и со стороны запада и со стороны россии вот и в принципе можно доиграться в определенный момент до того что будет ситуация схожая с карибским кризисом только гораздо хуже 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 в том смысле что мне кажется сейчас порог может оказаться ниже перед применением ядерного оружия чем был в 62 году по многим причинам вы считаете что россия может применить я считаю что при определенных условиях может давайте опишем эти условия резкое появление в большом количестве натовских войск на украине без закулисной договоренности с москвой у каких-то разграничений скажем одна ситуация когда они там появляются и начинают рано или поздно принимать части военных действиях а другое дело когда они там появляются но перед этим по конфиденциальным каналам до москвы доводится позиция с кого мы за днепр не пойдем вот там встанем и искать будем как в тридцать девятом году французы вернее англичане и французы с немцами такая странная война была даже футбол играли вместе активных военных действий не было на западной на западе вот теоретически такое может быть но поскольку уровень доверия крайне низкий вернее вообще нет то тут срыв возможен том числе по причине каких-то действий низовых командиров и дальше пойдет просто эффект домино умудрялись же 60 лет до этого люди все-таки не нажимать на кнопки и не совершать вот этих необдуманных кеннеди и хрущев воевали они знали что такое война а хрущев еще и ну он лично не присутствовал но он видел последствия испытаний на тотском полигоне ядерного оружия в реалии так что как-то так вы думаете нынешние главы стран просто нынешние понимают о чем они говорят даже байден да они не воевали они знают что такое для них война это картинка sony playstation такое тогда получается вопрос весь в том кто кого напугает кто испугается совершенно верно это как вот накануне первой мировой войны все думали что война в такого масштаба настолько невозможно что незаметно в нее и втянулись и потом на какое-то время после первой мировой войны которая в европе считается по-прежнему даже гораздо более серьезный великая война чем вторая вот потом какое-то пришло отрезвление что никогда больше создали лигу нации потом создали после второй мировой войны в он там и так далее пытались что-то создать потом взаимная стратегия взаимного устрашения взаимного уничтожения сдерживала какое-то время а сейчас ну как можно свободно рассуждать о том что да мы применим ядерное оружие и это может казаться самосбывающимся таким пророчеством все время говорят 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 и тем самым понижают психологический порог но уже столько было сказано про это что уже пора и бить что сколько может вот как раз уже вопрос когда это краска для этих линий которые мы все время рисуем закончится ну потому что это страфическое положение на фронте для одной стороны ну для скажем я не знаю что должно произойти но резкого ухудшения ситуации для российской армии например или бесконечные удары по российской территории ну вот был уже у уже удар по пункту раннего предупреждения ракетным нападения что в советском союзе однозначно считалось бы поводом для соответствующего ядерного удара в советском союзе так и было бы но сейчас ситуация изменилась это били не американцы били украинцы это вообще дрон прилетел который ни в какой советской доверенной доктрине не был прописан но в принципе то если будет повторяться и там все нпз на европейской территории страны будут выведены из строя то ну хорошо придут к начальнику и спросит что делать они уже обнаглели совсем мы должны что-то сделать надо как-то это что же мы терпим а у него перед глазами прецедент хиросимы и нагасаки именно поэтому вообще допускается возможность такой риторики что почему-то люди понимая все последствия ядерного применения ядерного оружия все равно даже могут помыслить о том чтобы это сделать в россии в советской значит пропаганде хиросима нагасаки это было одно а в американской совсем другое в советской пропаганде это было ужасы американская военщина так сказать контекст холодной войны и так далее а в американском значит нарративе это выглядело иначе мы применили ядерную бомбу чтобы для того чтобы сократить жертвы среди американских солдат и после этого японский император был готов на капитуляцию вот и все объяснение так сейчас мы слышим то же самое мы ведем больше чтобы закончить войну и что совершенно верно совершенно верно поэтому это может быть одна трактовка хиросима нагасаки а может быть другая а что же они тут нас ослепят значит совсем будут бить по этим пунктам предупреждение о ракетном нападении нпж все выбьют потом начнут бить по атомным станциям еще который тоже есть на европейской территории и чё же тогда делать то встает вопрос а что делать чем отвечать вот если возвращаться к вопросу не что делать и чем отвечать а кто все-таки испугался и пугается ли вот россия заявила что отправить на кубу несколько военных кораблей возможно с теми самыми дальнобойными ракетами сша на это ответили что ну мы будем конечно следить за развитием событий но не очень-то нам это и страшно ну и все реально ответили потому что на кубе сейчас нет фидели кастро фидели кастро то на самом деле в общем ему нужно было какое-то время привыкнуть к мысли размещения советских ракет а нынешнее руководство куба она в общем не горит желанием никакие ракеты у себя применять что это тогда это исторический амаж такой ну просто это поход военных кораблей все больше ничего они же не несут ядерного оружия а вот ответные параллельно вот эта вся история происходила заявлениями владимира путина который стучит по столу и говорит что страны нато они тупые как этот стол потому что они почему-то подумали что россия на нато нападет и параллельно же с этим байден говорит что по москве и кремлю мы своим оружием украине не разрешаем бить вот это что это как раз таки байден испугался или это просто он вносит вот этот байден впервые произнес формулу о том что такого да теоретически возможен на самом деле это другое а раньше ведь никто не говорил о том что не обсуждал тему ударов американским оружием по москве и кремлю этим не обсуждалось как бы подразумевало что это ну уже на уже край и так далее что дроны прилетали но дроны и сейчас могут прилететь они там летают близко вот сейчас сама тема всплыла а в киеве к этому наверняка мысленно добавили слово пока пока а потом через год будет не байден например уже допустим там трамп или ники хейли или еще кто-то они скажут а мы допустим допускаем ударов удары американским оружием по кремлю и москве почему они такого могут не сказать что где там тормоз то есть мы говорим о него подразумеваем совершенно но просто идет эволюция в двадцать втором году никто не говорил что западные танки будут предоставлены украине и самолеты тоже когда поляки об этом заикнулись впервые это произошло кстати летом 22 года байден категорически сказал нет и что теперь а теперь f16 так и с этим будет заявление так в таком случае путина который в очередной раз повторяет что нато на нато мы нападать не собирались и вот он так искренне это заявляет но опять же в разговоре с главами иностранных информагентств то есть если здесь постараться разобраться то кажется что таким образом вот он очередной раз пытается дать посыл именно иностранной аудитории именно своим западным как нас любит говорить партнерам что он о начале какого-то диалога то есть нато для нас это вот такая опять же красная линия куда мы не заступаем правда из этих же глав информационных агентств никто не спросил что ну вы тоже самое говорили до начала собственно боевых действий в украине говорили ровно точно то же самое и потом все равно боевые действия начались почему путин каждый раз так искренне удивляется они не спросили но они это написали да ну нет написали все да но спросить напрямую ну а что спрашивать напрямую ну путин мастер отвечать на самые острые вопросы он его так вот на кривой кобыле не объедешь его не поставить что пикники ими вопросами ну да даже по соотношению жертв он опять произнес цифры которые в принципе за которые можно зацепиться говоря про то что украинцы теряют по 50 тысяч солдат ежемесячно потом упомянув что соотношение гибели российских украинских сторон 1 к 5 и опять же здесь видимо про вот эту вот математику соответственно которая позволяет но не никто из российских сми не осмелился опубликовать цифру путем деления пятидесяти тысяч на пять соответственно да никто вот эти заявления путина опять же что они означают и и именно посыл иностранным сми что это не надо преувеличивать значение каждого интервью все-таки владимир владимирович он выпускник краснознаменного института кгб где в том числе учили подстраиваться под аудиторию на коллегии фсб он говорит совершенно другие вещи а перед западными сме он говорит тоже другие вещи вот а потом помимо путина есть другие спикеры вот сегодня говорит путин а завтра какой-нибудь генерал гурулев из думы скажет совершенно другие вещи о том что свежая например новость его что надо ударить ядерным ударом по нидерландам почему-то потому что там центр распределения нефти вот и все-таки из москвы идут в этом смысле разные сигналы и потом не один умный правитель а путин безусловно умный правитель никогда не расскажет вам свои планы о том что он будет делать с путиным понятно германия при этом обновляет план подготовки к военным действиям с россией это уже тоже если раньше это казалось как чем-то немыслимым и ну шутят наверное бредят то сейчас в принципе действия немецкие немецкого минобороны выглядит достаточно логичным и там в новом плане согласно сообщениям по крайней мере бильда до 2029 года необходимо стране подготовиться к боевым возможным боевым действиям с россией вот это достаточно странная если нынешний военный конфликт будет продолжаться в таком вот но умеренно интенсивном темпе велотекущей позиционной войны ну все-таки это позиционная война это пока не какой там да то до двадцать девятого года чего почему именно в двадцать девятом году велотекущая позиционная война вдруг должна вылиться в войну между россией германия непонятно если же она перейдет в стадию более высокого уровня эскалации то все произойдет раньше двадцать девятого года но когда это я не знаю может быть в следующем году может в этом году это зависит от конкретной ситуации на поле боя которая решается в том числе соотношением сил и средств например мы же не знаем например планирует ли российское руководство мобилизацию новую до пока это все отрицается и говорят что контрактников достаточно но теоретически можно себе представить что для решающих побед для прорыва фронта для достижения коренного перелома специальной военной операции по аналогии с великой отечественной войне потребуются дополнительные ресурсы можете сестры снова а братья и сестры снова ну не то что братья и сестры но дополнительные ресурсы которые ну там встает вопрос обеспечения вооружением с на режим амуниции и так далее и тому подобное в данном случае мы не знаем возможности имен обороны но в принципе для того чтобы как-то вот решительно закончить один из вариантов это усилить в с военную группировку вот предполагалось переломной точкой для очередной мобилизации может стать как раз таки наступление на харьков сейчас она вроде как идет с российской дирк я думаю путина надо верить дословно в данном случае когда он говорит что на текущий момент российская армия не собирается брать харьков я думаю что надо так это это к этому верить поскольку но ресурсов для взятия города население которого было 18 десятых миллиона человек накануне военного конфликта это в общем такой группировкой наверное не осуществить достаточно вспомнить штурм масула в ираке который иракская армия при поддержке соединенных штатов вела по моему 10 месяцев и там соотношение штурмующих сил и обороняющих сил из числа исламистов было примерно там не то что 5 к 1 а там было чуть ли не 10 к 1 и они там вот штурмовали его пока не сравнялись с лицом земли убив там десятки тысяч человек кстати этого и никого ничего не взволновало а потом когда иракская армия вошла в масло он там еще и резни устроила это тоже никого не взволновало вот но с харьков 10 месяцев брать харьков но вот мариуполь брали достаточно долго это потребовало достаточно сильного напряжения воинских ресурсов смотрите о красных линиях эскалации боевых действий до состояния уже ядерного буквально конфликта мы с вами поговорили хотелось бы также понять какие перспективы в плане мирных переговоров сейчас есть и вообще витает на воздухе или нет вот все заявления которые делались на этой неделе они каким-то образом говорят о том что есть потенциальная какая-то хотя бы возможность или есть представление у двух сторон что эти переговоры могут пройти например саммит мира в швейцарии который будет собираться в том числе наверное будет там один из одна из тем это именно ядерная эскалация но наверное какие-то варианты развития именно в сторону мира я не думаю что из саммита швейцарии что-то получится поскольку в данном случае позиция москвы достаточно трезвая без участия двух сторон никакие мирные переговоры невозможно а почему вы так думаете то что мне присутствует россия это раз и второе мне кажется не киев не москва сейчас не готовы к переговорам они они не считают что их силы и средства для достижения тех целей которые они преследуют исчерпаны а переговоры могут быть только тогда когда либо обе стороны убедятся что они не могут ничего больше достигнуть в этом военном конфликте либо капитуляции одной сторон мне кажется отсутствие россии на этом саммите вполне логичным потому что если вот мы с вами сегодня много исторических параллелей уже проводим никогда союзники на различного рода конференции по обсуждению дальнейших действий но скажем так противников не приглашали я не хочу конкретные примеры приводить но условный там тегеран и ялта да давайте вспомним это и поэтому в данном случае отсутствие россии выглядит ну вполне себе закономерным ну тегеран и ялта это было не про мирные переговоры это были как раз про первое про продолжение военных действий к координации усилий а второе уже про капитуляции устройства мира в данном случае ни то ни другое не присутствует данном случае заявляется как саммит мира но мы же понимаем что это на самом деле обсуждение скорее всего или такая сверка часов по дальнейшим действиям и координации позиций он задумался несколько иначе там замах был побольше то он задумался как обсуждение плана мира зеленского здесь 10 шагов 10 шагов и попытка таскать вот мобилизовать поддержку среди относительно нейтральных стран в пользу а потом уже давить с этим на россию но это не получилось в том числе из-за усилий российской дипломатии которая уговорила своих партнеров не участвовать многих но и без китая отчетом тоже несерьезно индия тоже будет присутствовать на очень низком уровне вот что касается мирных переговоров то с одной стороны вот извне не видно никаких предпосылок мирным переговорам с другой стороны мне есть очень смутное ощущение что вот нынешние эскалации разрешение ударов и и там обсуждение дальнейших то эскалационных мер она последовала как реакция на срыв не переговоров а попытки прощупать почву для их начала возможно за кулисами были какие-то контакты это чисто вот умозрительное предположение которые провалились после чего последовала соответствующая реакция про уровень гостей на саммите но заявлялось что со стороны сша камала харрис будет присутствовать вице-президент может она будущий президент америки между прочим них ухры-мухры ну то есть российские сми очень так яростно смакуют я бы даже сказал вот отсутствие именно джо байдена и вообще высоких гостей на будущем саммите говоря вот так же собственно его провале но разве вот это не показатель того что ну как минимум один из главных партнеров украины к этому саммита то есть ну камала харрис тоже не собиралась еще недавно ехать вот но уговорили я думаю что украинцы уговорили и кроме того байден вот когда мы сейчас в этот момент беседуем он находится во франции и вообще будет в европе по-моему то ли пять дней достаточно долго вот и он там проведет все необходимые контакты а торчать ему среди там 80 стран ну как-то мне кажется не с руки просто если там си дзиньпин был еще и на рендер моде тогда да тогда он наверно поехал а так ну достаточно камала харрис достаточно высокий уровень тем более что она может стать действительно будущим президентом америки просто говоря так это не смешно ну мы понимаем почему да но говоря про уровни ну си дзиньпин и на пмэф не приехал но никто же из этого трагедии петербургский форум это несколько иное зато на петербургский форум приехал принц салман ну да покруче будет есть представители есть представители иностранных государств но в этом смысле как бы размах того самого петербургского форума который вот он которым он был раньше но сейчас уже только ленивый не сказал что это скорее всего тень просто у нас теперь другие друзья ну и что от за из запада россии исключили там строят стену вот заколачивают окошко который петр первый прорубил с этой стороны его уже тоже заколотили вот у нас другие друзья и еще мир не кончается коллективным западом это нынешняя позиция москвы есть много других стран с которыми можно сотрудничать в конце концов ну и что все равно чувствуется вот эта самая обида что из запада нас исключили при этом как бы ну выглядит все логично чего вы хотели почему тогда и путин постоянно вот с такой обиды говорит про запад и чиновники все российские тоже мария захарова и все действия которые про воспринимаются очень негативно воспринимаются условно говоря заморозка счетов российских российского центробанка в европе хотя опять же ну я думаю что такой такой санкционной реакции изначально никто не ждал согласно опять же той же картине мира что во-первых народ не субъектен а во-вторых в этой же картине мира чего вам это украина ну чего там вписались то но в конце концов вы в ираке в афганистане вы значит еще где-то там трогайте наши да и у нас тут вот свои разборки а чего так за них вписались то и на самом деле а я думаю что на западе через вот если конфликт продлится еще там лет пять там таких вопросов сами все тоже будут задавать о чем мы за них вписались то они нам что вот это вот украина и нам что этот вопрос станет рано или поздно для европы это вопрос достаточно логичный разве нет да есть есть контекст после второй мировой войны есть контекст хельсинских заключить на заключительного акта согласно которому нельзя менять послевоенные границы военным путем да есть этот нарратив но при этом есть и ощущение среднего француза итальянца да и немцы тоже который рано или поздно может тоже вылиться в вопрос а что мы забыли на этой украине это разборки славян совершенно непонятных между собой но при этом в прибалтике все воспринимают в прибалтике все воспринимается соответствующим образом потому что там есть определенное восприятие россии рециденты память сороковых годов память сороковых годов совершенно верно который у нас почему-то тоже высмеивая вся идентичность прибалтийских государств новая государственная строилась на отрицании советской оккупации вот и чего собственно от них ждать а поляки что какую реакцию нужно было ждать против трех раздел разделов польши катынского расстрела и пакта молотова риббентропа там чё какая там вдруг любовь должна возникнуть это корениться глубоко в истории а у французов испанцев и немцев нет такой исторической памяти другая историческая память относительно русских к вопросу средствах замороженных вот мы этой темы коснулись статье для российской газеты со ссылкой на вас по крайней мере говорится что указ об изъятии активов сша который владимир путин подписал в ответ на заморозку российских активов охладит желающих экономической войны может быть почему вы так считаете может быть охладиться может быть почему так что я считаю в москве считают что может охладить ну потому что в принципе это война без правил вообще потому что вслед за конфискации суверенных активов прецедентов чему в общем после второй мировой войны не было может последовать конфискации частных активов и тогда но это полное обрушение всех как бы понятие частной собственности о том на чем стоит инвестиционный климат и так далее не зря же все чиновники и в мвф и в евроклире и там во многих других международных финанситутах они говорят что делать этого не надо и американцы говорят что мы сами не будем тоже делать это в одностороннем порядке нам нужна поддержка большой семерки большой семерки немцы и французы говорят что черт узнает а может мы через 10 лет в россии захотим вернуться мы тут все порушим в руины из-за как как пяти шести миллиардов русских денег в америке мы тут сейчас устроим такой армагеддон что мало не покажется да это полная в это полная отмена всяких правил и в принципе после такого это похлеще будет чем большевистская конфискация так сказать вот там акции всяких там французов и так далее а помимо того что это поэтому может быть каким-то образом все-таки притормозит помимо того что это создает опасный прецедент вот если мы понимаем сколько российских активов заморожены в европе это около 260 миллиардов как все говорят а сколько американских денег может быть заморожено в этом случае в россии то есть мне кажется там же соотношение должно быть совершенно том что речь идет о разных активах то что в россии российских активах говорят о суверенных активах то есть принадлежащих российскому государству центробанку там минфину и так далее а российские чиновники говорят о частных активах в том числе тоже суверенных активов американских тут в общем нет можно конечно них отобрать посольство вот но этим все это же похоже ограничиться а вот частных активов она может набраться на сопоставимую сумму да хорошо но тогда российские чиновники сами же себе роют яму потому что совершенно верно когда захарова говорит совершенно верно совершенно верно это будет именно война без правила уже потому что тогда ну тогда и и запад ответит тоже конфискации частных российских да мы понимаем как у евреев его отнимали в годы второй мировой войны все подряд так и сейчас могут начать отнимать у русских да это война без правил но это чем говорит что российские чиновники в принципе смирились тем что это тот это их какие-то активы не будем уточнять какие потому что нет это это риторика из той же серии что и применение ядерного оружия вот это ядерное оружие в экономике взаимная конфискация всего и вся без правил это ядерное оружие в экономике то есть это даже уже как бы не красные линии это просто уже все про ну это такое да это уже выливают из ведра уже это полный полный трэш как на взаимоотношение как ситуации в украине как на боевые действия на ваш взгляд повлияют выборы в европарламент вот буквально вчера в нидерландах начался первый этап основной день будет воскресенье но уже прогнозируют ну такой крем европы вправо что это будет означать для боевых действий в украине что это будет означать для россии по большому счету ничего могут быть какие-то новые нюансы и может быть больше дебатов по поводу того а надо ли нам помогать украине вот эта эволюция в сторону упомянутого вопроса а чё нам там сдалось на этой украине она еще может продлить достаточно много лет но в европе рано или поздно они до этого может быть дозрею чем там за них вписались то за одних славян против других славян но на уровне подкорка вам да но пока еще не дозрела поэтому крен вправо будет правы украине правой партии займут там процентов 25 мест из 720 депутатов им прочит до 200 мест поэтому решающего значения это не возымеет но разговоров будет много и национальные правительства конечно могут как-то риторику изменить но у скажем во франции вообще ждут разгрома партии макрона со стороны национального объединения марин ли пен но для макрона пока это вылилось лишь то что он ужесточил свою риторику и значит говорит что надо украине помогать еще больше но макроны и терять же нечего по сути это его последний срок что он на новый он баллотироваться не будет но у него срок до 27 года еще можно так вписаться в историю что мало не покажется а вот кстати интересно насчет макрона потому что ходили многие предполагали что это вот популизм просто или какие-то обдуманные специально просчитанные шаги почему он он ориентируется он ориентируется в том числе вот опять же народ субъектен может быть в результате манипуляции прессы там односторонней подачи отсутствие там rush today еще чего-то получение информации за нового источника тем не менее по опросам половина чуть больше французов они считают что украину он поддерживать в том числе среди сторонников марин ли пен таких немало потому что тот же самый нарратив послевоенный чего это вот тут можно без наказа начинать войну и так далее вот это вот бла-бла-бла они не вникают в этот вот контекст российско-украинских отношений это слишком тонко они не вникают так сказать в то что значение украины для россии как это воспринимается российской элитой это может стать паранойя но это так воспринимается я еще с четырнадцатого года в общем сутка я писал много раз что может восприниматься паранойи но отторжение украины считается российской правящей элиты экзистенциальной угрозой так и оказалось а все считали что это ну шутки какие там ничего там расширим нато до смоленской ничего страшного не произойдет она может быть и не произошло бы ничего страшного объективно говоря но в кремле это воспринимается иначе и кремль формирует политику а не политологи всякие да понятно но вот тогда если мы говорим про субъектность народа это что это не нужно исключать из внимания но есть же субъектность тех самых стран которые в это самое нато просились это не то чтобы просто нато взяла и расширили они просились дело в том что они просились а в кремле это не видят так что они просились что поляки все захотели в нато они думают нет это все разрушил это происки вашингтонского обкома вы же нам обещали не расширяться а кто такие эти поляки у них вообще есть какое-нибудь слово да нет кто это такие вы могли бы не расширяться сказали им пошли вон идите к русским под крыло это их зона влияния в разные картины мира риторика правых в европе она и риторика правых похожа по отношению к украине очень разные и по отношению к оборонной политике евросоюза очень разные там нет единства голландские правые были вот этот вилдерс он был пропутинский такой вот до 22 года вполне себе пропутинский а после 22 года они говорят что нет это все агрессия все никуда не годится там отношение поменялось ну то есть это по большей части популизм популизм на нечего украинцам давать пособие но при этом путин все равно агрессор вот у них там в голове спокойно совершенно умещается это просто не наша проблема пусть там вашингтон помогает пусть кто угодно помогать только не мы вот а поддерживать мы все равно москву не будем и все санкции ну да какие-то вредные санкции давать с ними как конструктивно что-то там приторговывать но все равно дружбы то никто не проповедует дружбу с россией и никто не говорит среди правых за некоторым исключением там есть и такие люди которые говорят что зната сама виновата там есть такие люди которые говорят что не надо было расширяться не надо было тылкать палкой в морду русскому медведев сами напросились но таких мало большие надежды в плане правых связывают ну самый известный самым известным представителем да вот этой категории политиков с виктором орбаном премьер-министром венгрии и особенно в свете разговоров о том что венгрия может стать председателем в совете европы на там следующие полгода с этим по крайней мере в российской в российских сми связывают большие надежды а почему если вот как мы с вами уже в разговоре сейчас выяснили что правы по большей части это популисты и по сути вот их от их риторики ну политика европы она не сильно-то меняет российском миде давно бытовала теория о том что еще в нормальные годы еще до 14 года о том что с евросоюзом надо поддерживать отношения на уровне отдельных стран они с этим брюсселем наш якшаться надо раскалывать его и вот с венгрии там еще с кем-то с пророссийскими странами где нет русофобии с ними сотрудничать это политика не не показала себя успешной поскольку солидарность евросоюза и солидарность его действия оказалась выше ожиданий москвы виктор орбан и будапешт поддержали все 14 пакетов санкций . то есть соответственно станет он председателем совете европы не станет ну он задержат на пару недель очередной пакет он вытургает для себя продления там торговли нефтью газом и так далее но венгрия в целом идет в том же направлении куда уже пришла германия отказ от российских энергоносителей это просто будет дольше идти чтобы ночью мы должны тут корячиться мы постепенно это сделаем словакия сербия вот сербия не член евросоюза сербия она как именно вот словаке ну хорошо сегодня там этот фица сидит но он на выбор получил 23 процента его партии а завтра другой будет никто не будет отказываться от общеевропейской политики ради москвы потому что ну выбор не сопоставим а в кремле это понимают ну наверно кто-то понимает потому что иногда складывается по фону складывается вы их спросите мы бы с удовольствием их спросили если была такая возможность но пока что мы пытаемся понять все эти самые дела в том что ведь есть информационная работа да и в плане информационной работы но нельзя говорить все время по телевизору что нас тут со всех сторон вообще гнобят и что мы изгои нет вот питер сер то мид глава мид венгерского приехал на питерский форум мы не изгоем и не в изоляции ну какие-то нас же давать людям какой-то светлую сторону тем более что он действительно приехал действительно риторика несколько другая и в будущем когда но рано или поздно все войны заканчиваются придется восстанавливать отношения может быть после там 36 года может после 42 вот восстанавливать придется отношения из европы и в конце концов и с украиной и с кем-то это произойдет позже просто типа прибалтов да а с кем-то раньше типа итальянцев может быть французов испанцев венграх тех же самых вы сказали все войны рано или поздно заканчивается и тут конечно самый главный вопрос на который никто и понятное дело не знает ответ но учитывая всю обстановку всю ситуацию которую вы видите анализируете сколько еще продлится именно этот конфликт он может длиться годами иран аракс и война в 80-х годах прошлого века длилась 8 лет закончилась боевой ничей без территориальных приобретений но с потерей полутора миллионов человек с обеих сторон мирных жителей никто даже толком и не считал при этом здесь могут быть разные варианты она может длиться действительно годами и поскольку это такой ожесточенный конфликт то даже может быть и пара десятилетия может и больше он не будет погашен просто ну как вот там война в корее закончилась или нет черт его знает вот так и здесь может угасать потом опять разгораться с новой силой а может все вот пойти по пути эскалации и тогда все кончится раньше таким мощным катастрофическим аккордом могут быть разные сценарии во что я не верю это в то что можно вот так вот легко и просто сейчас конце 24 года или в двадцать пятом или двадцать шестом вдруг сказать ну хорошо мы там погорячились давайте сядем и договоримся обо всем вы признаете это они гадо признаем а еще вот вы не вступаете в нато а еще там демилитаризация еще там значит русский язык и так далее вот пока вот такого варианта не просматривается украинцы очень упорные люди у меня отец был украинец был страшно упрямый человек даже вопреки рациональности иногда поэтому расчет на то что они тут вот в двадцать втором году в апреле капитулирует он был достаточно наивен георгиевич спасибо георгий борт был в эфире артерия программа что это было еще больше новостей на youtube и телеграм-каналах артерия меня зовут юрий кукин ну и чтобы это ни было берегите себя и и и и и